Указания. Мы вот еще раз вернемся к этой идее, когда будем заниматься хорошо разрушенным результатом. Да, я видел. Указания на слабые точки иногда, когда мы понимаем с чужой помощью, что вот здесь слабое место какое-то или слабая точка, может быть не поводом для того, чтобы расстроиться, а инструкцией к тому, как бы усилить эту точку. Может мне действительно не хватает там где-то какой-то свободы, а ее никто не пытается отнять. Вдруг так. Что если про это сказать? Дорогая, у тебя бывает такое, когда тебе хочется одной побыть? Да, иногда бывает. И у меня бывает. Может мы договоримся о том, что мы вдруг раз и просто заявили об этом. Хочу пойти бродить по полю, не знаю, или по лесу. Можно? Иди. И ты себе обеспечил там где-то, вот этот момент свободы. Это про хорошие отношения, про отношения, в которых у людей присутствует идея второй позиции. Мне это важно. Но каждый день не нужно. А если тебе чего-то важно, лучше говори об этом, чем это будет там где-то в голове назревать, а потом будет там поводом для каких-то негативных реакций, да, или конфликтов внешних уже. А где-то это может потом, а действительно, может я это перегибаю иногда с работой. Ну, может надо научиться себе ставить какие-то границы, временные, например. Не требовать от себя в них всегда вписываться. Но стараться, например. Вдруг это тоже хорошо. Да, ты говоришь там, вот, после 7 часов вечера. Это особенно актуально, когда мы не работаем в какой-то компании, да, где есть там какое-то управление. А когда ты своим бизнесом занимаешься, вот там этих тормозов у многих людей нет. А, вот как точно! Раз сел за компьютер, и давай там чего-то делать. Вот надо же, да, в 9 часов вечера или в 10 часов вечера. Да брось это нафиг, не надо. Ничего не произойдет, если ты это сделаешь завтра. Всегда чего-то надо. Всегда. И всегда ты понимаешь, что если ты сейчас это сделаешь, потом будет лучше. Ну, можно просто не делать этого. И другую какую-то ценность в это время удовлетворить. Например, психическое здоровье. Немножко другой взгляд. Не на ситуацию, которая является безвыходной. А, ужас какой, конфликт, что теперь делать. А на то, что можно там как-то попробовать поуравновешивать. Такое, знаете, там идея, как колесо баланса, кто-нибудь слышал. Но в ценностях не бывает колеса баланса. Какие-то более важные, какие-то менее важные. Какие-то совсем, ну, типа пофиг. Там не надо балансировать по времени их все. Но те, которые в этой иерархии занимают первые три или четыре места, ну, надо про них периодически думать, чтобы они не вступали в конфликт. Находить время для одних, находить время для других. Это будет лучшей профилактикой.